Тяжелая, с одной стороны, занятная и забавная, с другой стороны, тема, связанная с вот этими, описанными в конце, 21-й, в начале 22-й, на самом деле, именно в начале 22-й, главы первой книги царей взаимоотношений. Царей Ахавы и Йошафата, родственников, потому что, как мы с вами хорошо помним, сестра царя Ахавы была женой Йошафата. В этих взаимоотношениях действительно есть много вопросов и странностей, но повторяются эти взаимоотношения всю историю убийства, безусловно. Потому что весь этот очень специфический сегодня звучащий момент по поводу аннексии города Рамот-Гелат, который был на той стороне Ордана, на восточном побережье реки Ордана. Когда-то давно принадлежал Израиле, и сейчас находился под властью арамейцев, и вроде бы арамейцы находятся под пятой у евреев, потому что царь Бенадад тот самый. Он вроде бы как бы не просто сдался, но еще кучу площадей очень дорогих отдал Ахаву в центре Дамаска. И как будто бы никаких проблем у евреев в этот момент с арамейцами не должно было быть. И происходило это все очень мило и хорошо до того момента, как Ахав обратил внимание на город Рамот-Гелат, о котором мы начали говорить в прошлый раз. И особенность этого города Рамот-Гелат, который когда-то действительно был еврейский, еще Мушар-Абейн расселил там евреев в незапамятные времена. Особенность заключалась в том, что он как-то давно уже отошел к арамейцам. То есть те города, которые арамейский царь забрал у отца Ахава, у царя Омри, они были возвращены по договору. То есть они действительно так договорились, и Бенадад, отдадим ему должное, свое обещание выполнил, и не только выделил торговые площади в центре Дамаска, но еще и вернул те города, которые обещал. А вот Рамот-Гелат выпал из списка, потому что его действительно у отца Ахава не забирали. И как-то так получилось, что он давно уже был под властью арамейцев. А тут Ахав вспомнил о том, что этот город, эта местность когда-то была наша, и решил ее аннексировать. В прошлый раз мы много иронизировали на эту тему, потому что действительно, ну, поразительное совпадение такое, очередное, святая книга нам показывает, с некими похожими современными событиями. Но нам, наверное, надо обратить внимание, прежде всего, на другой аспект. Мы же закончили предыдущую главу раскаянием царя Ахава, он же тшу сделал. Он же, наконец, посыпал голову пеплом, он же, наконец, запуганный страшными словами пророка Ильяга, который как раз в винограднике, отнятом винограднике Навота, он услышал, он так испугался, так раскаялся, так страдал. Ходил по улицам в мешковине, то есть он действительно раскаялся, и творец сказал пророку Ильяву, смотри, как он смирился. И вдруг, сразу после этого раскаяния, после этой мешковины, буквально через строчку, через три года написано, вот, нет, три года нет войны между арамейцами и евреем, и вот в третий год Ешафат приехал к Ахаву. Обратите внимание, как это все организовывается. Праведник, царь иудейский, из Иерусалима, приехал к своему родственнику Ахаву, и это очень специально обставляется, с чем к нему приехал вообще. Оказывается, что, конечно же, он хотел поддержать его раскаяние, поддержать его праведное поведение, которое, по всей видимости, сохранялось до этого момента. То есть нигде не написано, что Ахав раскаялся, и после этого заново начал заниматься всяческими безобразиями. Вроде нет. То есть вот он пребывал в этот момент, когда приехал Ешафат, в состоянии возвышенном, духовном, старался практиковать иудаизм в полном объеме, и, наверное, именно поэтому, собственно, его родственник, Ешафат, муж его родной сестры Ахава, как мы помним, был к нему и приехал, поддержать человека, который сделал чум. Ахав со своей женой не раздался случайно? Случайно? Нет. Да. Значит, вопрос этот очень интересный. Как в действительности царь Ахав мог вести нормальный еврейский образ жизни, когда у него под боком находилась царица Изувель, которая на дух и запах не переносила ничего подобного? Надо отдать должное этой женщине. Она при всех ее прочих замечательных достоинствах еще была очень хитрая и умела ждать. Она увидела, что все эти страшные россказни пророка Ильявы, они по-настоящему напугали ее муку. И что он временно, но довольно глубоко помешался. И поэтому она проявила, как можно понять из текста книги, очень-очень такой спокойный, сдержанный характер в этом случае, и не стала ему ничем мешать. Теперь мы спрашиваем, а жить с нееврейкой? Разумеется. Поскольку речь шла про династический брак, царица Изувель был сделан гиур еще давно. Разумеется. Другой вопрос, что это был за гиур, и как это все выглядело, но официально, как положено, как это так? Евреи же не не еврей, как не жениться. Поэтому он, царь отрав, сделал гиур, другое дело, как она продолжала после этого функционировать. Но ситуация была такая, что вот он решил пожить как еврей. Прямо в полном объеме. И она так тихонечко, сбоку, достаточно косым взглядом, понятно, за этим решила понаблюдать. В результате появляется здесь царь Йошафат. Цадик великий, праведник, приехал из Иерусалима. Что, безусловно, ухудшило настроение царицы Изувель, но и тут она тоже не подала никакого... И вот он приехал. И вдруг, именно в момент, когда появился Йошафат, вдруг у Ахава происходит вот эта переоценка ценностей по поводу города Рамот-Гелата. То есть он обращается к своим рабам, то есть имеется в виду приближен, и заявляет вот этот вот максимум, о котором мы говорили в прошлый раз, ориентировали на ее тему. Знаете ли вы, что Рамот-Гелат наш? Вот прямо вот таким текстом. Рамот-Гелат наш. И понятно, что это вопрос риторический. Потому что если царь спрашивает у своих приближенных, знаете ли вы о том? Они, например, сейчас скажут, нет, мы не знаем, этот город давно отошел к другой стране. Давайте его оставим там. Вообще прекратим этим заниматься. Нам что, нечем заниматься? У нас нет никаких внутренних проблем, нам надо аннексировать чужую территорию обязательно. Конечно, такого текста не будет. Его никто не ждет. И поэтому любой вопрос царя в такой ситуации является риторическим. Ответа не требует. Знаете ли вы? Знаем, батюшка. Как не знать? А мы молчим. И не берем его. Вот эта вот формулировка тоже очень замечательна. Не то, что мы не предпринимаем ничего. Мы молчим. Потому что это особенно стыдно. Когда работ гелад наш, а мы не то, что ничего не предпринимаем, мы еще и молчим. То есть хоть поскандалили бы чуть-чуть. Так нет. Сидим, как будто не то, чтобы силы смелости, а вообще даже мысли простой в голову не приходит, что надо свое вернуть, чтобы работ гелад вернулся домой. Ну вот такая простая схема, которая, как вы понимаете, повторялась в истории человечества многократно. Вот. Не берем из руки царя Арамейского. А он примыкал там к границам? Недалеко. Недалеко. С другой стороны, Иордан. Нужно было форсировать реку и провести выборы. Не выборы, а этот, как он называется? Референд. Референд. Вот. История не сохранила информацию о том, какой процент жителей Рамон-Гелада на этот момент были евреями, или там уже жили арамеицы. Это уже никого не интересует. Интересует что? Что это Рамон-Гелад, в котором... Сколько? Сколько? Триста, четыреста лет тому назад, хороших, четыреста лет. Не тридцать, не сорок. Четыреста лет назад мой Шарабейн расселял евреев. Понимаете? Это же наш, наш, исконно наш город. Значит... Наш Крым. Да. И мы говорили о том, что... Нет, Крым наш. Это, да. Рамон-Гелад наш. То есть, правильно, правильно надо расставлять акцент, мы говорили о том, что идея Ахама, она выглядит крайне странно. Потому что вместо того, чтобы обратиться к тому же самому Бен-Ададу, который он уже два раза победил, и провести переговоры на тему вот этого Рамон-Гелада, ну и договориться просто по-человечески. Смотри, вот это наша территория, давай как? Во всяком случае, сначала поговорить. Ахав предпочел этого не делать. Как бы вот специально не вступать ни в какие переговоры, а именно ввести войска и захватить. То есть вот очень странная идея. Еще более странно она выглядит. Тогда, когда он обращается к царю Ешафату, который у него в гостях, к своему родственнику, праведнику, и говорит, ты пойдешь со мной воевать. Ну и естественная реакция нормального человека, который только что приехал из Рушалаево, где стоит храм. И вообще все организовано как положено. Там все работает как часы, иудеи сейчас. Люди ходят в синагоги, осуществляется образ жизни еврейский в полном объеме. Просто вообще ничего плохого там нет. Человек приехал из рая в ад, сюда в этот вот, в Шамирон, где кругом находится капище. Евреи ходят на идолопоклонские мероприятия, кругом разврат идолопоклонства в полном объеме. Только один царь Ахавт изображает из себя праведного еврея, и вот он в этом аду находится, и он говорит, пойдем вместе воевать, возвращать наши исконные территории. Ио Шафат, как мы с вами в прошлый раз поразились, отвечает, камойникам, камоха, как я, так и ты, каме и камеха, как мой народ, так и твой народ, кисусай, кисусай, кисусаха, как мои кони, так и твои кони. Идем, дай тебя обниму, будем воевать вместе. Кто спровоцировал этого святого человека на такой дикий ответ, вместо того, чтобы сказать, царю Ахаву, ну знаешь, давай мы, может быть, подумаем, сначала давай мы поговорим, ну надо провести переговоры, это же просто в Торе все написано, не нужно же никуда лезть, нужно просто открыть святок Тора, известно, как это все делается, нужно сначала разговаривать, а потом стрелять. У нас есть такие законы просто. Он пьяный был, его опоили. Пьяный опоили. Нет, ужас, то является то, что он был совершенно грязный. Почему он так ответил, мы понимаем. Он приехал к человеку, который возвращается к Богу. Вернулся не дам. Всю жизнь прожил не просто грешник, всю жизнь прожил человеком, который заставлял совершать преступления других своей политикой, своим примером. Страшный злодей в прошлом. Сейчас, наконец, произошло великое откровение. И тут перед каждым человеком, праведным евреем, раввином, который встречается с подобной личностью, возникает вопрос. Как я должен общаться с этим человеком? До какой степени я должен идти на поводу у этого человека? И разумеется, что если бы к царю Шафату обратился какой-то обычный, нормальный, праведный еврей, родившийся в праведной семье, который ничего плохого до этого не делал, и сказал, пойдем по войне. Никакого нормального ответа, естественно, здесь такого приятного, который получил царь Ахаф, не было. Этого изначально праведного еврея далеко бы послали в Ешиве. Сиди в Ешиве никакой войны. Но царь Ахаф, как его оттолкнуть? Вот как оттолкнуть человека, который вот так действительно потрясающе, парадоксально вернулся к Богу после таких страшных преступлений, которые он совершил. Поэтому тут нужно какую-то выжидательную позицию, нужно что-то придумать. Во-первых, нужно показать ему свою любовь. Первым делом такие евреи должны любить рабин. нужно идти к ним навстречу. Конечно, вот это движение навстречу, тут возникает огромное количество вопросов. А если этот человек ведет себя как Ахаф, как слон в посудной лавке? Он себя ведет. Да, он вернулся к Богу. Он вроде прилично себя ведет. Его надо поддержать. Но до какой степени его надо поддерживать? До какой степени раввин должен кивать, говорит, ну хорошо, давай, как ты хочешь, давай туда, давай сюда, давай это. То есть мы знаем, что есть элементарные границы некоторых. Простые вещи нам известны. Например, ко мне в Москве обращались люди, недавно пришедшие к иудаизму и говорили, вот вы знаете, Раф, вот тот ночной клуб, куда я хожу, то есть ходил, там такое количество евреев, давайте вы со мной туда пойдете, мы их будем приобщать. Понимаете? Ну, известно, что раввин по ночным клубам не ходит, мы туда не пошли. Это простые вещи, но если это не ночной клуб, если это что-то другое, если человеку очень тяжело отказать, он какую-то ерунду говорит, но, например, вот если ты ему будешь говорить поперек, вдруг он разозлится, вдруг у него таким образом испортится отношение с иудаизмом, мало ли что может быть. Нельзя человеку портить настроение и нервы, когда он только-только встал на праведную дорогу. Поэтому, что решает Делки Шафа? Сейчас мы эту войну завалим, он решает. Мы на эту войну не пойдем. Но мы сделаем это хитро. Как? Значит, первым делом мы должны сказать, что мы идем воевать. Я готов на все, мои кони, мой народ, я лично впереди на левом коне. Когда выходи? Только одна просьба. И сказал Йошафа царю Израиля. Обратите внимание, что это еще раз сказано тут. И сказал Йошафа. Потому что он только что говорил. Мои кони, как твои кони, это были его слова. Почему-то еще раз в ней написано. И сказал Йошафа царю Израиля. Потому что вот эта фраза, которую он сказал, я как ты, да мы с тобой, это совершенно была отдельная фраза, и после этого была большая пауза, еще один лихаем, поцелуи. То есть это было совершенно отдельно. Потом, через некоторое время, когда Ахаф осознал до глубины насколько его любят приехавшие родины родственники, и насколько он готов для него на все, Йошафа так, ну, добавил просто, что пожалуйста, давай сегодня спросим слово Всевышнего. Ну, мы же с тобой религиозные люди. Мы же с тобой достаточно у нас же есть пророки. Слава Богу. Давай посоветуемся с пророками. То есть, что хочет сделать Йошафа? Очень точная реакция. Надо отдать ему дотану, гениальное. Потому что ожидать такого вопроса, что он приезжает в гости к своему родственнику, и говорит, пойдем воевать вместе. Ну, и сориентироваться мгновенно, и не просто там задуматься, потерять вообще полчаса времени на выяснение обстоятельств, о чем мы будем воевать. Я никак, вообще без вопросов. Мы идем воевать, он уже знает, он точно знает, как реагирует. А сейчас свалим все на пророка. Потому что пророк, они вообще не виноваты. Пророк, он пророчит их почему? Потому что он получает информацию сверху. Потому что пророк, он неплохой. То есть, кем могут быть претензии? Сейчас мы придем к пророкам. Пророке скажут, куда? Зачем? Оставайтесь дома. И все. И я скажу, ну смотри, я был готов. Но сейчас вот не время, давай мы, может, подождем. И таким образом. И все. И все решено. И Йошафат был сто процентов прав. Если бы ни одно обстоятельство. О котором ни Йошафат, ни кто бы то ни было здесь. на этой земле знать не надо. И это тот редчайший случай, когда обстоятельства, происходящие в параллельной реальности, излагаются в книге. Ну еще книги Иова, вы знаете. Излагаются обстоятельства, происходившие в параллельной реальности, что там Всевышний договаривается с Сатаном разбираться с Иовом. Но эта же книга, есть мнение, что это вообще литературное произведение, которое написал Мошарадей, Иов. А здесь-то хроника, не литература. И здесь вдруг, вдруг начинается рассказ о том, что там происходило. Ну давайте по порядку. Надо дать должное царю Ахабу тоже, как и Йошафату, потому что противники это были достойны. Шахматная партия между ними была просто великолепна. Так же, как и Йошафат не был взят врасплох этим заявлением царя Ахаба, а давай будем вместе возвращать, аннексировать вместе Равон Геланд. И ты сказал, да, пожалуйста, мгновенно нашел ответ. Просто блиц. Просто был великолепный ход в блиц. И сказал ему, а давай вот пророков спросим. Ахаб, конечно, знал, что реакция будет именно такой. Он будет сам сейчас на меня кричать. Ты что, с ума сошел? Какая война? Нет. Ну, может быть, Ахаб не ожидал такой блестящей реакции. Прям, я ты, как я, как ты, что я тебя прямо сейчас обниму и мы прям пойдем. Но он понимал, что палки в колеса Йошафат ему, разумеется, ставить будет каким-то способом. Вот, самый простой способ. И поэтому просчитать, что нужно созвать пророков не было никаких проблем. Царь Израиль собирает четыреста пророков. То есть, ну, можно было позвать одного. Забирает четыреста человек. Бог. Да. И эти люди, что самое удивительное, они все выглядят как пророки. То есть, они все готовы. Им всем все объявляют. Потому что это не настоящее. Они были пророками идолопоклонских. Но привезти ее шафату идолопоклонских пророков было невозможно. Поэтому весь этот батальон красных нужно было немедленно переодеть в белый. Прямо на месте. Их еще нужно было научить ходить так, как белые, а не в развалку, как красные, волоча за собой ружье. То есть, нужно было мгновенно всех перевоспитать и переобразовать. А у кого был хашем? Хороший. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы в параллельную реальность сейчас придем. Это вся компания. 400 человек, объясняет Малин. Это недобитки. Это очень хорошие. Недобитки. Это того, кого пророк Илья на горе Кармель не дорезал. Там 400 человек зарезал, а их еще там было много. Пророков идолопоклонских. Это была очень такая хорошая специальность. Очень хлебная на территории Израиля. Вилопоклонским пророком работала. Всех переодели. И причем так, и переучили так, что Илья Шафат не врубился. Не понял. Илья Шафат не понял. Человек, который знал, что такое настоящее пророчество, видел его на расстоянии протянутой руки, работал с пророками, жил рядом с храмом в Ярушалае, он подумал, что это настоящее пророчество. Сначала потом он их раскусил, но просто потому, что они ошиблись. Все невозможно было объяснить. Они двигались как пророки, были одеты как пророки, разговаривали, и глаза у них так же двигали. Все. Только одна деталь, может быть, даже и царь Ахав ее сам забыл, а может, он и не забыл, он забыл им, пророкам, рассказать, что когда несколько человек, тем более четыре с ним, говорят какое-то пророчество от имени Всевышнего, они никогда не говорят его одинакового текста. Потому что пророчество обязательно транслируется на каждого человека в связи с его личными особенностями, и он никогда не получит тот же текст, который получил другой пророк. И поэтому когда они все вместе хором пришли на вопрос Ахава, пойти ли мне в Рамот-Гелад воевать или воздержаться, ответили взойди и даст Бог в руку царя. То есть это фактически было сказано хором, ну может быть чуть-чуть в разбивку, но текст был совершенно идентичный. И вот только в этот момент Ешафат понял, что его фактически на Мекине то успели развести к этому моменту, что его обманули. Но как качественно. Ну, разумеется, царь Ешафат эту постановку театральную оценил, безусловно. Но он задал вопрос. Значит, здесь мы сначала пройдем немножко текст вперед, чтобы просто понимать. Один вопрос, извините. А он что, был не в курсе, что всех праведников давно перебили, за исключением спрятанной сотни, тем более пророков. Значит, ситуация такая, что когда царь Ахаб сделал... Или разведка не работала. Да, да, когда он раскаялся. Значит, ситуация на территории Израиля, как, ну, по-простому говоря, она могла и, может быть, даже должна была измениться. И кроме того, мы с вами опять-таки говорили, что кроме всего прочего были и пророк Илья, который работал в этот момент, еще пока, и у него был Ильиша ученик, который то ли был пророком, то ли учеником. И еще был некий человек Михаил бен-Гибла, который два раза пророчествовал о победе над аромейцами, а потом пришел к царю и сказал третий раз, что если за то, что ты отпустил Бен-Адада, ты будешь вместо него, а твой народ вместо его народа. То есть пророки были. Мы с вами говорили, что царь Ахав, несмотря на бурную деятельность своей жены, он прикрывал коршерных евреев, он их защищал всегда, даже тогда, когда был и был поклонником. В этом заключалась парадоксальность его невероятной личности, как мы говорили с вами, но он это делал. То есть, короче говоря, Илья Шафар, в принципе, он допускал, что такая толпа может быть толпой пророков. Почему? Потому что они действительно так выглядели. Они были похожи, они очень, очень были похожи настоящих, как обучили. Мы немножко вперед пройдем, потом вернемся к Мальбиму, потому что он немножко по-другому разворачивает эту историю, то есть добавляет такие штрихи, которые необходимо понять. А нет тут пророка Господнего еще. Хотя бы одного, то есть не надо много. Нет еще одного пророка Ешафата. Хотя бы одного. Мы его спросим. И сказал царь Израиль Ешафату, есть еще один человек, чтобы спросить про Бога у него, но я его ненавижу, потому что он никогда не будет пророчествовать обо мне благо, а только зло. и зовут его Михаил сын Ему. Эта фраза совершенно непонятна. Более того, в Деврея и Бим, в параллельной книге, о которой мы с вами частенько вспоминаем, книги Танаха, которая в конце, и там тоже описывается эти события. Книги, которые записал уже Езра. Мне этот эпизод тоже приводится. И там сказано еще больше, что фраза Ахава была чуть-чуть длиннее, что он сказал не просто, что он никогда не будет пророчествовать про меня хорошего, а что он никогда не пророчествовал про меня ничего хорошего. Поэтому и часто ждать ничего хорошего нельзя. спрашивает последнее, что он не сказал, что он было плохо. Но получается, что Ахав просто вычеркивает его благи, хорошие пророчества. Но это надо хорошо понять. Дело дело в том, что вся ошибка царя Ахава с Бен-Ададом, с этими всеми площадями, которые он забрал у него в Дамаске торговыми и со всеми городами, и с тем, что он его живым отпустил, вся эта ошибка произошла из-за чего? из-за того, что именно Михаил, пророк Михаил, он ввел Ахава в это абсолютно феерическое состояние. Тот потерял вообще чувство реальности, тот ему один раз говорит, что ты победил, побеждаешь, второй раз говорит, он его абсолютно дезориентировал сам. После этого он к нему приходит и говорит, аааа, ты его отпустил, так все. То есть ты сначала говоришь мне прекрасные вещи, ты подогреваешь мои настроения, ты вводишь меня в определенное состояние, а потом подставляешь мне ножку после этого. То есть все, что ты делал до этого, хорошие, якобы хорошие пророчества, они к чему вели? К тому, чтобы меня поднять повыше, чтобы оттуда сбросить по больному. То есть Ахав на самом деле внутри, он обменял Миху во всем этом процессе, который произошел с арамейцами. То есть если у нас уже такая ситуация с арамейцами, если мы одержали две таких потрясающих победы, чудесных побед, можно человеку под руку говорить, можно предположить, что я буду вести себя как-то по-другому, что я смогу устоять в этом испытании, как можно было меня так подставлять? То есть он считал, что вообще все действия этого Михи, они были все абсолютно отрицательные, все были направлены против Ахава, он ничего хорошего никогда для него не сделал. Это, в общем, характерный момент, когда даже люди пытаются нам делать что-то хорошее, но в итоге из этого происходит что-то нехорошее. все, что было сделано до этого, мы пристегиваем к тому, что было выводом из этого, закрашиваем черным цветом и говорим, что то, что он раньше делал, это тоже как-то связано с тем, чем это закончилось, вообще все было плохо. То есть, в общем, негативно он трактовал все изначально. И дальше Ешафат который работает с начинающим иудеем, который, конечно, далеко не начинающий, но недавно сделавший чу, раскаившийся в полной мере, он говорит им очень интересную фразу. Пусть так царь не говорит. То есть, Ахао говорит, вот он, я его ненавижу. Про пророков так вообще нельзя разговаривать. Потому что, если мы говорим о пророке, профессионале, человеке, который действительно получает информацию сверху, и кто-то начинает вот такой выступать против пророка таким образом, как царь Ахао, это очень, очень, очень опасно. Во-первых, во-вторых, это большое нарушение закона. Поэтому на самом деле, когда Ахао сказал такую фразу про настоящего пророка Всевышнего, Ешафат должен был как следует предложить показать ему, насколько он неправ, и что это вообще большое нарушение. Но опять-таки, с людьми, которые недавно раскаялись, так не разговаривают. С ними все надо нежно, мягенько. Поэтому, ну ты так не говори, пожалуйста. Это все, что он ему сказал. Ну, понятно, что царь Ахао был действительно заинтересован в том, чтобы получить какую-то правду, какую-то информацию. То есть, то, что он подогнал этих 400 пророков, это была только одна сторона медали. И, как всегда, Ахао был в очень сложном состоянии. У него было и положительное, и отрицательное в этой идее аннексировать Рамот-Гелат. И поэтому он действительно хотел услышать правду. То есть, может быть, сначала попытался обойтись малой кровью, вот вдруг сейчас 400 пророков выступят, и все, и пойдем воевать. А потом он и сам подумал, когда Иошафат попросил еще одного пророка, может, действительно послушать, что умные люди говорят. Поэтому царь позвал своего евнуха, некого своего помощника, и сказал поторопи Михаил Бен-Имлу, поторопи. Очень интересное слово, поторопи. Не приведи, не позови, а поторопи. Значит, его уже позвали. Царь Ахав опять-таки знал, он понимал, что эта толпа на скорую руку обученных идолопоклонников вряд ли сможет обмануть такого профессионального человека, как Йошафа. Поэтому, конечно же, придется приводить настоящего пророка. Про Ильягу речь вообще не шла, как вы видите. То есть, после того, как пророк Ильягу поговорил с Ахавом в винограднике, отношения закончились совсем. Но все-таки был Михаил, который хоть и плохой, и хоть и довел, и хоть всякие гадости, но все-таки он же два раза предсказал победу. Не совсем, не такой плохой, как пророк Ильягу все-таки. Что-то человеческое в нем есть. Поэтому на всякий случай его предупредили, что его участие вполне, вполне может потребоваться. И поэтому по терапию его уже предупреждают. По терапию. Очень интересная сцена с Михаилом. Потрясающий момент, на самом деле. Просто один из самых удивительных во всех книгах, описывающих пророчества. Вдруг после Кедеви, после того, как отправили за им. А царь Израиля и Йошафат, царь Иуды, сидят, каждый на своем троне, одетые в царские одежды, у ворот Шамирона. А все пророки пророчествуют перед ним. То есть пока пошли за Михаилом. Показывается вот эта картина, что пророки оказывается продолжают пророчество. Им еще мало. и сделал себе циткия сын Кнаны. Человек, которого звали циткия сын Кнаны. Железные рога. То есть были изготовлены два таких рога специальные, которые одевались на гонку. Циткия Вен Кнан. Одел на себя эти рога. В этих рогах он прибежал к царям и сказал «Так сказал Всевышний». И тут вдруг употребляются четырехбуквенные имя Творца. Ну, белопоклонские пророки. В прошлой фразе такого ничего не было. Там было имя «Алип, Далет, Нумьют, Адо, потом Найка». То имя, которое мы заменяем в четырехбуквах. Главное имя не было произнесено, то есть о каких пророчествах идет речь. Тут вдруг произносится главное имя Бога. Так сказал Бог. Вот этими рогами ты забодаешь арамейцев до полного уничтожения. Ну, шутки с рогами это на самом деле никакие не шутки, потому что очень часто в пророчествах использовались какие-то предметы для того, чтобы что-то усилить, что-то показать, что-то доказать. в принципе это парафраз чуть ли не из самого текста Торы, потому что мы с вами говорили неоднократно в пророчествах Белама говорится, в Аэм-ти-нагах, что евреи будут бодать, как будто рогами будут бодать народу другие. То есть такая метафора существует. Поэтому вообще-то использовалось. И так же все пророки продолжают пророчествовать и говорить «иди в Рамот-Гелат». Обратите внимание, Мальбин обращает это внимание. Мы сейчас к этому вернемся. Что в первом пророчестве, когда 400 человек было вот этим, значит, там разговор шел совершенно другой. Просто «иди и даст тебе Бог». Не сказано ни слова «Рамот-Гелат», ни куда иди, что иди. А вот здесь «взойди в Рамот-Гелат, и ты будешь успешен». И отдал Бог в руку царя. То есть не даст Етен, как прошло, а на там уже дал. Считай, что это у тебя уже в руках. То есть здесь уже другой текст. Почему? А посланник, который ввел Миху, тоже такой довольно забавный момент, простой. Когда он его ввел, все время, пока он его ввел, он пытался проводить среди Михи разъяснительную работу. Потому что, ну, вот ведут пророк. Все нормальные люди уже там. И они уже все сказали, что победа будет за нами. И сейчас придет ложка дегтя и все испортит. Это даже невозможно. Значит, его просили, мягко намекали, может быть, и запугивали, говоря, что, смотри, вот все пророки уже сказали в один голос царю, что вот так и так. Пусть твое слово будет подобным слову одного из них. Скажи хорошо. Вепарто Тов. Скажи хорошо. Миха, естественно, он на работе, он говорит, клянусь жизнью Творца, клянусь Богом, что только то, что мне скажет Всевышний, я это буду говорить. Несмотря на то, что он это говорит, он приходит к царю, царь обращается к Михе, говорит, пойдем, мы пойдем, Брамот Гелат, обратите внимание. Очень любопытная вещь. Когда он спрашивает у этих пророков четырехсот, которых он призвал, он говорит, а элег, пойду ли я, пойти ли мне воевать? Когда приходит Миха, пойдем ли мы? Рядом стоит Йошафар. Я сейчас в компании с кем? С великим праведником в компании? Ну, ты обрати внимание, говорит Миха, что мы с праведником, точно мы как-нибудь с арамейцами совладаем. Я же не один иду, пойдем ли мы в Рамот Гелат на войну или воздержимся? Все во множественном числе. И тут Миха говорит, иди, и ты припуспеешь, и считай, что Всевышний дал все уже в руку царя. Он прикольный слово в слово, повторяя все же эти говорят, ну, не хотел он с ним связывать, а пророчества у него не было. Не было. То есть у него сейчас не было никакого пророка, а когда у пророка нет пророчества, он, например, может дать брахуху, которая по виду почти может не отличаться от пророчества. Благословение. Да это типа брахи он ему дал. Хотя, если бы Ахав был чуть-чуть... А выдавать это за пророчество не грех? Если бы Ахав был чуть-чуть поглупее, он бы на это дело легко повелся. Легко. Потому, ну, как, те же говорят то же самое. Иди, и ты преуспеешь и считай, что Всевышний тебе все дал. То есть он фактически повторил то, что они говорят. Но опять же та же самая картина. Не бывает, чтобы пророк повторял то же самое, что говорят другие пророки. Миха-то не слышал, что они говорят? Миха вообще не слышал, что там происходило до него. И он пришел, и он сказал самую простую фразу, которую, вот, вроде бы пророк должен сказать в этой ситуации. Иди, у тебя все получится, считай, что Всевышний тебе уже все дал. И получилось, что он попал ровно в тот же текст. И Ахав, естественно, понял, что это просто такие добрые пожелания от своего сердца. Он здесь раздается. и в принципе, ему бы на этом ограничиться Ахава. Потому что он-то чего хочет? Он хочет аннексировать Рамон Гелат, или нет? Если ты хочешь аннексировать Рамон Гелат, все. Пришли люди. Но он тоже не может уже этого сделать. Почему? Потому что рядом стоит Иешафат, он тоже видит, что пришел человек и говорит то, что говорят другие тем же самыми словами. Так это опять, это понятно, обоим уже, что это не пророчится. Поэтому бедный Ахава он вынужден добиваться правды, потому что рядом стоит Иешафат. Но он надеется, что все закончится хорошо. Почему? Потому что человек пришел и говорит какую-то отсебятину. Это что означает? Это означает, что у него канал сейчас временно не работает. Он просто не знает, что там происходит. Все. Значит, есть какая надежда? Очень простая. Что я сейчас у него спрошу, ну, действительно, ты что-нибудь видишь? Нет. Я не знаю. Как это скажет пророк Ириша? Скоро, ну, не очень скоро. Через некоторое время. Пророк Ириша скажет, ашем-э-ли-мем-э-ми-мем-э-ни, Бог от меня скрыл. Бывает? Пророк, это же не, он же не может бросить шекель, чтобы пророчество полилось. Нет. Когда дают, дают, не дают, не дают. То есть Ахав рассчитывает на что? Что сейчас он скажет, а пророчество можно? Нельзя. Сейчас нельзя. Чего-то нету. Помехи. На линии. Ну, вот и слава Богу. Все пророки говорят, что надо идти, этот вообще не знает, что делать. Пойдем вооружаться. Вот такая идея. Ну, тут коса нашла на камень, причем совершенно радикально. «Сказал ему царь, я тебя заклинаю, чтобы ты сказал мне только правду от имени Всевышнего». Надеюсь на то, что сейчас вот эта фраза произведет сильное впечатление на его гостя, что Йошафат действительно посмотрит. Да, как он добивается правды. Молодец. Действительно раскаялся человек. «Я тебя заклинаю!» Несколько раз Миха стоит, смотрит на него круглыми глазами на свою, на царя Ахава. А тот ему опять «Я тебя заклинаю! Скажи мне только правду от имени Бога!» И тут, пока он его заклинал, Миха кое-что увидел. Это не было пророчество. То есть, не в прямом смысле. Понимаете, тут тонкости такие происходят. Вот бывает, что человек, даже в наше время, такое бывает, он вдруг увидит будущее. Ну, знаете, вот, например, собирается куда-то, собирается что-то делать, и вдруг он увидит, как это будет. Просто такое у него представление в голове. Очень ярко увидит, что будет там, если он туда-то пойдет, и кто-то будет делать. И, может, это просто глупость какая-то, а может, это некое такое видение, в котором есть смысл. я лично знаю человека, который таким образом спас свою собственную жизнь. Один из наших очень интеллигентных евреев из Баку, горский еврей, который был художником-реставратором, работал у нас в Москве, и он забыл ключ от своей квартиры. А он жил всего лишь на втором этаже. И он хотел залезть на балкон. И вот он стоял под этим балконом, ему почему-то привиделось, просто он вдруг увидел, как он с этого балкона, с огромным куском от балкона, с камнем падает и разбивается. Так ему показалось. И он решил не лезть, там куда-то звонил, там что-то там такое в итоге взошел, потом вышел на балкон, залез и увидел, что действительно, это можно было только сверху заметить, что огромный кусок балкона, там просто на честном слове, снизу, огромный кусок, держался. Просто на честном слове. Понимаете? Человек спас свою жизнь до кем-то. Бывает. Так примерно в таком же стиле, естественно, это все-таки был пророк, профессионал, человек, который ловил эти вещи из пространства с огромной скоростью, он увидел нечто. И раз уж так просят, он рассказал, что он увидел. Я видел знаменитый текст. Весь еврейский народ, рассеянный по горам, как бараны, у которых нет пастуха. И Бог говорит, нет хозяев у этих, пусть вернется каждый в свой дом с миром. Вот это вот зрелище, которое... Что значит нет хозяев у этих, что значит рассеянный? Видимо, имеется в виду некое зрелище после битвы. то есть, тогда, когда руководство еврейского народа погибло, и евреи просто уже не знают, что им делать, и они рассеянные по этим горам, как скот, у которых нет пастыря, и как бы Бог говорит, обращаясь к ним, идите, дети мои, домой, потому что воевать вам бесполезно, и аннексировать Рамон Гелат вам не удастся. Не всегда получается аннексировать чужую территорию. Почти всегда, но не всегда. Вот это то, что он увидел. А, царь Ахам, говорит, я тебе говорил, но я же тебе говорил, что он ничего хорошего про меня не... Только плохое. И обратил внимание, что это же не пророчество. То, что сейчас он рассказывает, это просто его видение. Никакого такого, что так сказал Всевышний, ничего подобного. Он просто, видите, что-то там увидел. Не надо обращать внимание на то, что он увидел. Почему? Потому что он просто предвзято смотрит. То есть, вот он на меня смотрит, у него прямо настроение портится, и начинаются всякие неправильные введения, на мой счет. Гадости всякие. Кого-то меня убьют, когда-то будут какие-то неприятности. Вот. И вот тут вот только тут Миха получает некий сигнал, наконец-то. И он может что-то рассказать. Вот это вот самое изложение параллельной реальности, редчайшее в Танахе, которое мы здесь имеем. До того, как мы быстренько это пробежим, сначала, в следующий раз будем разбираться как следует, до того, как мы это быстренько пробежим, все-таки Мальбин. Мальбин совершенно уверенно утверждает, что все эти люди, и вот эти вот переодетые 400 человек, и вторая партия во главе с циткой Бенгтаны с рогами, металлическими, это все были непростые аферисты. Потому что привести простых аферистов к Йошафату было абсолютно бесполезно изначально. Это должны были быть люди, которые что-то умели. Во-первых, идолопоклонские пророки, о которых мы говорим, шутки-шутки, это были опять-таки не просто жулики, это были люди, которые с помощью колдовства, с помощью всяких хитрейших технологий вводили себя в определенное состояние. И в этом состоянии немного чего могли. И Мальбин буквально пишет следующее, что почему они в первом пророчестве не упоминают Рамон Гелад, сам населенный пункт. Почему они говорят Всевышний даст, а не уже дал, как во втором тексте пророчества, когда уже с рогами? Оказывается, потому, что, цитирую, пророчество, которое приходит с помощью колдовства, оно не показывает всего ясно. И поэтому они, получая некую информацию с помощью колдовства, они не видели, куда ему в действительности следует идти. То есть, слово Рамон Гелад там не присутствует. То есть, точной географии у них не было. То же самое, они не видели, насколько это будет быстро, то есть, не так, как во втором пророчестве, считай, что Всевышний тебе это уже дал. Потому, что Всевышний тебе это даст. И что? Это могло означать все шумно. Например, то, что они там выловили из эфира некую информацию с помощью колдовства. Знаете, ведь все же растворено в этом нижнем, из самых нижних миров, здесь же все в воздухе растворено. То есть, ты можешь, если ты очень хорошо умеешь слышать и видеть, ты можешь очень много чего из этого воздуха выловить, всякой информации, которая касается будущего, например. Если ты вот этими всякими отвратительными колдовскими технологиями очень хорошо владеешь, ты таки можешь что-то там такое, какие-то радиосигналы уловить. Но, конечно, никакой ясности из-за того, что ты пытаешься вломиться с задней двери, которая заколочена на самом деле, вдалясь нельзя через эти колдовские все не к чистые вещи, никакой ясности не будет. Но что-то можно украсть, какую-то информацию. И у них была вот такая информация, что надо куда-то идти и что-то Всевышний там сделает. Они не говорят «Беоцлах, и ты преуспеешь». Слово «преуспеешь» появляется только во втором пророчестве. Здесь его тоже нет. Но они понимают, они чувствуют, они ловят в воздухе, что надо, а таки надо идти. Для чего? Чтобы погибнуть. План-то у Всевышнего такой, что царь Ахав должен пойти в Рамон Гелат. Он должен его аннексировать для того, чтобы найти там свою смерть. План этот есть. План этот готов. Практически утвержденный уже. и поэтому эти люди, не являющиеся аферистами, пишут мальбем, они вылавливают, что действительно надо идти. Только ясности у них в голове нет. Что происходит потом? Потом происходит совершенно неконвенционный момент. Никто вообще этого не ожидал. Вдруг вот эти вот цитки Бенгнана с этими рогами с замечательными железными, он начинает по-настоящему пророчеству. То, что он говорит имя Всевышнего в полной мере четверхбуквенное с этими рогами, он говорит прям точно как будто и это реально потрясло Йошафата. Да и Ахав тоже был подпечатлением. То есть вдруг кто-то вот среди пророков этих непонятно, он начинает говорить как настоящий пророк излагает как это понимать. Что это такое? Оказывается на этот вопрос уже отвечает сцена в параллельном мире, что это пророчество оно действительно было спущено. Это было настоящее пророчество и про Рамонгелад и все, но это было специальным стратегическим способом таким запутать Ахава стратегическая дезинформация, которая была спущена в виде пророчества. Такое бывает? Нет, такого не бывает. В виде пророчества не бывает стратегических дезинформация. Это было один раз. И причем это было еще как организовано. Сцена в параллельном мире. Говорит Миха, рассказывает, что он видит. Слушай слово Всевышнего. Я видел Бога, который восседая на троне. Женович выседает на троне, объясняя на троне суда. То есть позиция суда наказания с левой стороны. И все воинство небесное стоит рядом с ним, над ним, над этим троном, справа и слева. То есть есть силы, как очень осторожно объясняет мамим, осторожно прикасаясь к этому тексту. Есть силы, которые называются правые силы, то есть в том плане, что они отвечают за чудесное руководство мира, сверхъестественное, левое связанное с природным руководством, с наполнением природы энергии. Значит, вот вся эта картина. И Бог говорит «Ми е фате эт Ахав». Кто соблазнит Ахава? Чтобы он пошел и пал в рамот гелаве. То есть буквально видит Миха, как Бог задает вопрос в параллельном мире, кто будет той силой, которая придет соблазнять Ахава идти на эту страшную гибельную для него войну. Все Ахаву рассказывает. Миха. и говорит один так, а другой говорит так. Что это означает? Марио пишет «Один так, другой так». Потому что по своим грехам царь Ахав он уже столько всего наломал и напортил в параллельных мирах, что практически все силы, которые там находятся, были готовы выступать против него лично. Потому что, как мы с вами понимаем, человек, который столько знал, столько знал Тора, и так ее любил, и так ее изучал, и при этом так себя вел, он его разрушение просто эксклюзивно. Столько сломает, сколько он вообще духовных структур мира мог вряд ли вообще кто еще. так и вышел дух и встал перед богом и сказал я его соблазню. Очень примечательно, что здесь не сказано, что это за дух. И только в Талмуде совершенно прямым текстом по традиции получено зуровыщих навод, что это была душа убиенного навода. Бывает и так, что когда раздается некий призыв по всем мирам, кто сделает то или иное, есть некая возможность для души человека, который страшно пострадал от другого человека, совершить возмездие. Рам, ну, у них там эти души уже хорошие, они не могут такого хотеть, как бы после чистки, после всего. Это великолепный вопрос. Мы к нему уже в следующий раз вернемся. Это было, это выглядит некрасиво. То есть мы прекрасно понимаем, что человека убили страшным способом этого навода. Но почему-то вдруг его душа вызывается, это очень странное место. Будем разбираться. Встал перед Богом, сказал, я его соблазню. И вдруг творец спрашивает его, ба-ма. С помощью чего? То есть творец не знает с помощью. Речь идет о том, что, конечно, творец все знает, но никаких подсказок не дается. Если душа вызывается что-то делать сама, душа человека хочет вернуться в этот мир для того, чтобы совершить какое-то кошмарное возмездие, она должна сама все это придумывать, сама все это делать, это как бы самостоятельное решение. Я выйду и я буду духом лжи в устах всех его пророков. То есть эксклюзивный случай, когда душа умерщеленного Ахава Навота предлагает стать собственно сама, стать тем пророчеством той духовной информацией, которая будет спущена вниз и устроит вот это все. И поэтому когда вот этот товарищ с рогами начинает излагать, он излагает настоящее пророчество. Потому что оно действительно оттуда пришло с помощью этого, этой духовной силы, которой Творец позволил это сделать. Разумеется, без разрешения там ничего не делается, и это совершенно невозможные вещи, мы с вами должны будем конечно в следующий раз говорить об очень сложных вещах. А как это вообще все происходит? Душа человека, он умер. Все. А вдруг оказывается, что не все. Туда, сюда, это что? Спокойная такая есть возможность погулять? Вернуться сюда? Пришел, ушел? Что это вообще за дела такие непонятно? Как это организовано? Что происходит с душой человека после смерти, если она может вот так вот предлагать свои услуги для совершения возмездия? Это очень серьезные вопросы, которые нас выводят на некоторые конечно же капиталистические книги, и мы очень осторожно кое-что должны процитировать, просто для того, чтобы понять что и как в этой сцене в параллельных мирах. Я просто сейчас пока текст читаю, чтобы с вами чуть-чуть сориентироваться. И сказал, Миха продолжает рассказывать, что Бог сказал, все-таки Всевышний соблазни, и ты преуспеешь. Выйди и сделай так. Выйди, очень важное слово. В том где написано, что человек, который вот так себя ведет, духовная сила, которая так себя ведет, она не может находиться рядом с Богом. Потому что ложь, среди и деинформация это вещи, которые не могут находиться рядом с Божественным Светом. Поэтому Творец говорит, уходи отсюда. Хочешь, собрался, делай, у тебя получится, но вон отсюда. Очень странная картина, ее нужно будет как следует разъяснить, мы ее с Божьей помощью попытаемся понять глубоко. И теперь вот, говорит Миха, дал Бог дух лжи в уста всех пророков вот этих. То есть они действительно правы. Они действительно говорят, они уверены в том, что они пророчествуют. Но это все вот такой фокус. Потому что Бог говорил про тебя зло. Очень страшная фраза, которую мы тоже отдельно дожим. Как он так мих говорит про Всевышний, уже Всевышний говорил специально про Ахава, зло. Вообще от Бога ничего плохого не приходит. Что это такое вообще? Какая-то совершенно дикая картина, бедный Ахав, который только что от шубы сделал, собрался аннексировать Роман Гелат, и вот тебе ерунда. Всего лишь человек собирался переправиться через Иордан и захватить чуточку чужой территории, которая 400 лет назад была наша. И уже вот такие жуткие последствия. Надо очень хорошо в этом разобраться. И приблизился Циткияву сын Кананы с рогами и ударил Миху по щеке. То есть тут уже нужно было что-то делать в этой ситуации. Почему? Потому что Миха, то, что он излагает, вообще непонятно что. Рассказы про сцены в параллельных мирах никоим образом не входят в компетенцию пророка. Пророк посылается Творцом для чего-то. Значит, сейчас Миха должен был что сказать? Всевышний говорит тебе то, Всевышний говорит тебе это. А он взял и всю кухню, понимаете? Все, что там происходит, взял, выложил. Кто-нибудь такое когда-нибудь делал? Кто-нибудь тебя так вел из пророков? Это вообще полное и совершенное нарушение профессионалитики. Гнать за такое из пророков надо просто положить билет пророка на стол за такое поведение. И поэтому подходит цитке и физически вот в полном действительно негодовании и гниве бьет его по лицу со всего маху. Он говорит это как это какой дорогой дух Всевышнего пророковский дух прошел от тебя чтобы говорить от меня чтобы говорить с тобой. Бог со мной разговаривал этот цитке он действительно получил пророчество только что получил пророчество а этот рассказывать неизвестно что откуда ты вообще все это знаешь и сказал его Михаил спокойно отвечает вот ты увидишь сегодня прямо в этот день когда ты придешь в свою комнату в свое жилище чтобы там спрятаться ты увидишь все ты все узнаешь реакция царя и все вообще что происходит дальше это немножко странный момент безусловно с одной стороны а с другой стороны логично остановиться Ахав в этот момент уже не мог и по разной причине во первых потому что рассказ Михи выглядит абсолютно неправдоподобным ну в действительности мы с вами уже сказали не раз что такого не бывает так вот чтобы пророчество настоящее пророчество приходило только для того чтобы сделать гадость подвести еврея уничтожить неправду сказать ну как же это же вот пророк Илья уже приходил сказал правду там тебя убьют там будет так и это пророчество и это правда которую в лицо человеку говорят постоянно говорили страшную правду в лицо пророки но сказать в лицо настоящим пророчеством не просто собрать получить пророчество искать пророчество который является франью, но не бывает. То есть царь Ахав, разумеется, этому не поверил. И я думаю, что, хотя напрямую, в общем, не написано, что это, Ешафат, который был абсолютно дезориентирован всем, что происходит, он тоже в это не поверил. Вы понимаете, для того, чтобы понять всю эту реакцию, как дальше происходит событие, надо все-таки очень хорошо сосредоточиться на этой сцене. Понять, насколько она запутанная в глазах праведник, который уже наверняка 35 раз пожалел, что он приехал сюда в гости вообще. Понимаете, с одной стороны, люди, которые не могут являться пророками Всевышнего, они не могут. То есть, на самом деле, по своему виду, они, конечно, изо всех сил старались, все. Но в итоге же, понятно, они вдруг начинают реально пророчествовать. Они начинают говорить действительный текст, который обычно говорят пророки, и уже никаких сомнений нет, что это пророчество. Кто им спрашивает, откуда это могло у них во рту вообще все появиться? Вот этот человек с рогами, он может получить пророчество от Бога, такой человек, естественно, спрашивать себя его шафаром. Конечно, не может. Но он же его получил. А что тогда происходит здесь? Пришел человек, второй, Михаил. Михаил. Святой человек, видно, то есть, как говорит, как ходит, лицо у него, все. Видно праведник, профессиональный пророк. И он начинает рассказать такие вещи, которые просто вообще никуда не лезут. Что как будто бы в параллельном мире творец специально дает разрешение душе мертвого человека вернуться сюда в виде пророчества для того, чтобы обмануть еврея. Это что? Это просто нереально. Значит, что здесь происходит вообще? А что, все знали, что он убил? Смотрите. Во-первых, эта информация тоже была, как мы с вами знаем, не скрыта. История про смерть народа, одного из известных праведных людей на территории Святой Земли, она была известна. Именно из-за этой смерти. Именно из-за того, что пророк Ильява пришел, сказал, ты убил и овладел. Из-за этого же Ахаб сделал шубу, он раскаялся. А мы все понимали. Нет, все понимали, что... Все знали, что его казнили по показаниям суда, что он проклял Всевышнего и царя. Ну кто? Навод, проклял Всевышнего и царя. Понимаете? Это же... А было... Все понимали, что это сфабрикованная идея. Все это прекрасно. Теперь, абсолютно непонятно, что происходит. Неправильные люди, которые не могут пророчествовать, они и до пророчествуют. Настоящий пророк рассказывает вещи, которые совершенно никуда, ни в какие ворота не лезут. И очевидно, что оба главных зрителя этой картины, и Ахаб, и Йошафа, они находятся в полном замешательстве. Ахаб не может поверить ни этим, ни тем. Но, с другой стороны же, экспедиция захватничества в Рамон Гелантос, она уже фактически готова. Поэтому он предпочитает все-таки ничего не отменять. Можно вопрос? Да. А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, это первый раз произошло, никогда такого не было. Но все-таки мы же помним такую вещь, пусть не совсем это то же самое, что Всевышний специально ожесточал сердце фараона. О, и это известная ситуация. Это бывает со злодеями. Когда он уже наделал такого, что ему как бы не дают, то есть у него отнимается свобода выбора. Это другая история. Человек может иметь свободу выбора, у него может и это. Но когда речет про пророчество, прямая информация свыше, которая является на самом деле не информацией, а дезинформацией, это полный скандал. И что предлагает царь Ахам? Возьми этого миху и посади его в доме градоначальника. То есть под домашний арест в доме мэра Шамирон. Пусть посиди. И это первое его указание. Потом моему сыну Йоашу скажите, что царь приказал поместить этого человека в тюрьму. Обратите внимание. Сначала зачем-то в дом градоначальника Михаила, а потом уже оттуда, не сразу в тюрьму, то уже оттуда в тюрьму. Кормите его плохим хлебом и плохой водой, пока я не вернусь с миром. Что говорит Ахам? Что я принимаю сторону настоящих пророков, которые пророчествуют, реально говорят, что я буду воевать и должен воевать, что я одержу победу. И когда я с этой победой вернусь, я с ним разберусь. Михаил говорит ему на этом, если ты вернешься с миром, Бог со мной не разговаривал. То есть, что имеется в виду, что если ты вернешься с миром, будем считать, что я никогда не был пророком. То есть, он до кида положил свой билет, фактически пророческий, на стол. То есть, если ты придешь живым, будем считать, что я никогда не работал пророком. А если я никогда не работал пророком, это что означает? Что меня надо придушить. Лыжа пророка. Я признаю. Пожалуйста, убейте меня. Если ты вернешься с миром. Очень радикально. Все здесь в этой истории, все очень радикально. Зачем он это говорит, Михаил? Тоже нам предстоит в этом разобраться. Вот. И Ахаб, когда услышал эти слова пророка, им они понравились. Жестко, четко. И он так обратился ко всем присутствующим, ко всему народу, те, кто могли это слышать. Слышите все народы. Весь народ пусть слышит. Сказал Савер. Пусть все видят, какое мы заключили пари. Пари на жизнь. С обеих сторон. То есть, или Ахаб возвращается живым, и пророк Миха удушается, либо царь Ахаб не возвращается живым, и пророк Миха остается. Или один, или другой. Ну, все-таки с пророком Ильяву Ахаб все не позволял так разговаривать, потому что он его все-таки, наверное, боялся гораздо больше, чем Миху. Но с Михой он был готов на такое пари. И поехали. Царь Израиля и Йошафат, царь Иуды, промот Гелат. То есть, Йошафат до последнего был готов сопровождать царя Ахаб. Это тоже, как вы понимаете, непростое решение. Но с другой стороны, мы должны понимать, что на этой войне и в этой ситуации то, что произошло с пророчеством, не допускало другого. Оно не допускало. То есть, ни один, ни другой, ни Ахаб, ни Йошафат, они не могли поверить в то, что говорит Миха. Просто голова высокопрофессиональных талмудистов, нормальных людей, она не вмещала такой сценой. Что такое может быть? И поэтому, когда реальное пророчество, настоящее пророчество поступает с какой-то другой стороны, и там сказано, идите и воюйте, то что происходит? Допустим, я сейчас послушаю смеху. Нас там убьют, я не пойду. А если это было настоящее пророчество? Оно же полностью выглядит, как настоящее пророчество. Я получил пророчество, не пошел. Что происходит с человеком, который получил пророчество, не послушался? Это труп. Что с ним произойдет, неизвестно, но это труп. То есть, человек, который не послушался пророка, совершенно откровенно, взял и делал то, что ему сказали. Это смертная вера. Нельзя не слушаться пророка. Поэтому ситуация совершенно жуткая. Пойти страшно, но не пойти гораздо страшно. Потому что, вроде, пророчество-то получит, а нам тут вдруг стоят и объясняют, что это на самом деле все не настоящее пророчество, это на самом деле все подстава. Не бывает. Поэтому, вот в этой отчаянной ситуации совершенно запутанной ужасно, оба царя принимают все-таки решить тяжелое. С тяжелым сердцем они шли аннексировать территорию Рамон-Гелада. Но они пошли. Они туда поехали. Ну, результат этой войны, в общем-то, к сожалению, предрешенный. И как она именно происходила, как происходила эта битва. Очень сильное описание этой ситуации в книге. мы уже в следующий раз посмотрим. Но главная наша задача, конечно, будет роль. Мы должны предпринять попытку, хотя бы попытку, объяснить эту страшную ситуацию. Этот удивительный отрывок жизни параллельного мира, который вставлен в книгу царей, редчайший совершенно, объяснить, каким же все-таки образом такое могло быть. И как в этой всей схеме выглядит поведение души на воду. То есть, что такое душа человека после смерти в отношении такого рода движений и событий. То есть, как будто бы получается, что возвращение души человека сюда возможно при определенных обстоятельствах, и что как будто бы даже сама душа человека может инициировать возвращение сюда при определенных обстоятельствах. Эти все моменты мы просто вынуждены, необходимо должны разбирать, хотя это, конечно же, уровень запредельный для простых евреев сложности. Но поскольку это написано в прямом тексте книги царей, так мы, сославшись на этот прямой текст, вынуждены будем кое-что получить на эту тему. Продолжение следует...